Я хотела бы спросить у режиссёра, может быть, я не усмотрела, когда делались эти съёмки, снимали Гоголя Петрова, вы учитывали индивидуальность самого Гоголя, его характер, его привычки, его манеру? Потому что мне показалось, что этот образ, он абсолютно никакой. Он только напряжён и напуган. Но Гоголь, у него было масса извращений, вообще внутренних и внешних. Это была очень сложная личность, тем более творческая. Поэтому, когда он, например, присутствует при всех этих кровопролитиях, и в них участвует, там должна быть хитринка в глазах, потому что особая, потому что он писатель, он всё это зафиксирует, он всё это должен запомнить. Это не так просто. Во-первых, известно, что он был девственник. Он так и умер, девственник. У него очень сложные были с женщиной отношения. Во-вторых, он был достаточно подлый человек, у него много подлостей в жизни, извращений таких психологических, но потому что на то он и гений. Это всё испытывал по жизни, всё и такое. А здесь Петров, кстати, очень хороший акцент, но здесь он никакой. Вот испуганный, напряжённый. Вот, короче, вот вы когда образ Гоголя за ним бегали или делали как минимум нейтральным? Ну, смотрите, мы, во-первых, не хотели быть частью, мы не собирались делать максимально схожим портрет Гоголя. Я отсюда вот то, что вы говорите, то, что он... Конечно, там Гоголь, если говорить про реального Гоголя, то он был в чём-то более раскрепащён, участвовал в театрах, играл женские роли. У нас здесь совсем такой зажатый персонаж. Да, да, да. Да, это намеренный ход. То есть, в данном случае мы не планировали делать такой автобиографический портрет писателя, скорее, всё-таки некий такой миф о нём. То есть, если... Но частично мы всё равно даже делать этот миф, мы использовали какие-то вещи, вдохновлялись какими-то реальными чертами его характера, но в то же время не хотели становиться заложниками его реального образа. То есть, в данном случае это всё-таки больше литературный персонаж. И последний вопрос, продолжение. Вы учитывали... Почему вы не учитывали его форму носа? Потому что если бы не его нос, он бы никогда не сделал... Потому что от него он черпел много всяких впечатлений на него и реакции. Не было бы повести носа. Он формировал его характер. Всё равно нужно было... Ну, какой это, собственно говоря, гоголь. Но нужно было всё-таки учесть его специфику внешности. Хотя бы намёк, хотя бы гординку. Хорошо, я понимаю, что это очень задевает. Смотрите. Во-первых, начнём с того, что вы говорите по поводу его отношений с девушками и так далее. Но про этот фильм... На самом деле, то есть, та история... Сейчас уж вы посмотрели. То есть, то, что он прошёл через эти три фильма, вся эта история, всё, больше у него не будет никаких отношений. Что у него было? У него была, в данном случае, героиня Таисия Вилковой, с которой у него, по факту, не было никаких сексуальных отношений. И итогом, собственно, этой связи стала огромная трагедия. Так как мы собираемся сейчас, ну, обсуждаем о том, чтобы делать продолжение, то есть как раз-таки в продолжении мы больше увидим более странного... Это продолжение, да? Да. Мне сказали, что это последняя серия. Это последняя серия нынешняя, но мы хотим... У нас есть планы на то, чтобы продолжать историю. Нужно новое приключение, соответственно, двигаться дальше по истории. Вот, если говорить... Да, соответственно, в нашем случае, это он ещё не писатель. То есть, эта история ещё не писателя, ещё не сформировавшегося Гоголя, который юнцом попадает во все эти обстоятельства, они его перемалывают и заставляют, грубо говоря, взяться за перо. То есть, ну... Поэтому в этом плане он и должен был пройти, как будто... Ну, грубо говоря, он должен был вырасти за эти приключения. То есть, идея была в этом. Да, поэтому... Всё то, о чём вы говорите, на мой взгляд, просто оно, по идее, вот если бы мы говорили про продолжение, то там бы имело смысл развивать. То есть, это вот, как бы, условно... Ну, в нашей фантазии именно то... Вот эти вот безумные события повлияли и сделали его в будущем человеком столь неординарным. И нос у него ещё не сформировался. Ну, что касается носа, это сознательный ход, потому что я лично против. Мы пробовали делать классический грим, нос. Но уходит актёр. Хочется, чтобы играл актёр, а не резиновая маска. Как в том же фильме «Высоцком». На мой взгляд, это одна из проблем в том, что мы потеряли всё-таки... Ну, то есть, что это была просто маска, но ушла мимика, ушло очарование самого актёра, игравшего, в который должен был, ну, по сути, передать персонажа, а не... Ну, а не просто носить очень похожее лицо. Сергей без рук, вы не можете... Ну, да, наверное, да. А вдруг ещё скрывают. Девушка, да. Здравствуйте, меня зовут Милана Ануфлева. Канал «Теледерки». Вопрос Кириллу Зайцеву. Кирилл, в жизни вы очень светлый человек. Как вы чувствовали себя в роли колдуна-злодея? Очень плохо чувствовал. Терзавый, наверное, ночной кошмар. Но если быть серьёзным, то... Понимаешь, Милана, это же... Вот Гоголем, если его читать, это очень яркий писатель, и он даёт, может быть, повод для ещё больше фильмов и фэнтези, можно ещё тысячу фэнтези снять. И для актёра, который играет, открывается какой-то мир, где можно похулиганить, где можно... Ну, какой-то мир фантазии действительно играть и получать удовольствие. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы брали меня. Мы ждали, да. Ты другие не заметил. Егор, не забывай. Нет, я отказался. А пока я не снимаю фильмы. А вы? То, понимаешь, то есть как бы тут полное хулиганство. Сыграть демонического колдуна, это интересно, и у всех у нас роли. Я думаю, что такие... Сыграть русалку, сыграть садника рыцаря опоздавшего. Татьяна Шурухова сайт «Кинопоиск». Всем привет. Так, hello, here. Здесь, привет. Ребят, спасибо за фильм. Во-первых, это, наверное, рождение самой удачной российской франшизы, которую я вообще помню. Я работала на «Кинопоиске» уже 11 лет, и, честно говоря, такого еще не видела. Поэтому спасибо вам, и классно, что вы в день российского кино здесь с нами, ей. А вопрос такой. Знаете ли вы о существовании фандома вокруг вашего проекта? Знаете ли вы, что пишутся фанфики, что люди рисуют этих персонажей, что люди рассказывают истории дальше, что люди хотят видеть, что случилось с Бингендорфом, что вообще кто это, как его представить? Вообще финал прекрасный, мне очень понравилось. И что вы думаете насчет того, чтобы расширить свой мир, скажем, до комиксов, до книжек, до еще чего-то? Хотите ли вы это сделать? Я частично знаю, иногда слежу, вижу какие-то, не очень, честно говоря, осознаю, насколько это массово, или это, грубо говоря, сто очень предыдущих человек. Но что касается комикса, то на самом деле мне бы хотелось, мне кажется, что это было бы здорово, но просто комикс в России вещь финансово неоправданная. Понятно, что в данном случае продюсера фильма не готова действительно как-то посерьезно вкладываться в эту историю. Но вот я на самом деле говорил, такие вопросы были и на пресс-конференции в Москве, что мне было бы интересно, то есть если есть условно художники, кто увлекается этим и готов был бы за это посерьезно взяться, то я был бы готов посодействовать и поработать вместе над сюжетом, еще на чем-то. То есть в принципе это интересно, если на это тем более есть спрос сам по себе. Но это именно такой, скорее, немножко альтруизм, потому что по большому счету финансово просто даже купить напечатку этих комиксов довольно сложно. В этом, собственно, вся проблема. Ну плюс, действительно, честно говоря, пока не очень понятно, сколько действительно людей бы желали читать, покупать, не знаю, покупать игрушки, персонажей, или что-нибудь такое. Голубо здорово, конечно. Я всегда за... Ну, то есть это было очень приятно, когда фильм становится больше, чем фильм. Но, да, не знаю. Голубо здорово, я бы так сказал. И популярность у молодого поколения, именно вот Гоголя, начиная с первой части, очень большая. И детки, грубо говоря, там, в 10-11 лет, они уже вступают на какие-то передиски, чат, да, они все это обсуждают, они делают ставки на каких-то героев, кто победит, кто всадник, что и как будет складываться. Какой все-таки рейтинг у фильма, и вот если будет продолжение в дальнейшем, потому что присутствует все-таки сцена с алкоголем. И вот сейчас, посмотрев, смутило, конечно, что Гоголь, вернувшись в Петербург, написал, скажем так, после вот... Забоя. Да, после забоя, да. И если вот сложилось так, что молодежь заинтересовалась, пускай в такой популярной манере, пускай там не очень с исторически верными фактами, может, как-то вот эту нашу тягу сгладить, прилезать как-то вот, ну, чтобы они понимали, что человек пишет с талантом, с душой, они под воздействием. Ну, тогда надо книжки читать. Будут они читать? Хотят они в первоисточнике все поднять? Ну, на самом деле, если говорить, у нас уже был, то есть, такой факт, есть информация, что после выхода первого фильма в прокат продажи книг Гоголя выросли на 40%. Именно книг. То есть, там, да, многие могут нам упрекнуть, что мы далеки от первоисточника, но, тем не менее, интерес к его творчеству действительно какой-то, ну, немножко так оживает. Ну, не говорю, что его не было, но, ну, вот такая статистика есть, что реально на 40% продажи книг выше. А продажи алкоголи упали. Продажи алкоголи упали, да? Вмечательно. Вот. Что касается, там, мне, как раз, тоже очень импонирует, что молодая аудитория подключается к фильму, и хотелось бы, конечно, доносить какие-то, какие-то мысли до аудитории. В следующем фильме я об этом, надеюсь, мы это сделаем. Но именно как переключение, никакого назидания. Но, наверное, я вас расстрою, все-таки думаю, что алкоголь будет. Я глобально, вот, именно с этой точки зрения я против цензуры. Мне кажется, что это все какая-то глупость. Нет ничего плохого в том, чтобы ребенок увидел, не знаю, насилие или алкоголь. Это в этом, ну что, мы в этом живем. это все на самом деле зависит от воспитания. Я с детства, не знаю, с 9-10 лет я смотрел боевики, фильмы с каким-то эротическим содержанием, и нормальным человеком вырос. Это никак не влияет вообще на ум нормального ребенка. А как ножичком по шее? А ножичком по шее? Ножичком по шее, да. Ну, что делать? Нормально. Я при этом никогда в жизни не хотел никого порезать, придушить и так далее. Но при этом, я, например, у меня был опыт, сейчас, конечно, немножко от темы начинаю происходить, но я преподавал в детском кинолагере в свое время. И дети начинают, ну, то есть, дети там сами пишут сценарии, снимают кино. Так вот, 80% это нормально доказано психологами, дети хотят снимать ужастики, какие-то убийства и так далее. Но при этом были дети, у которых писали сценарий идиллия, все хорошо. То есть, там нет конфликта, ничего. Просто какой-то идиллия. Но при этом этот ребенок, как раз тот ребенок, на которого реально немножко страшно смотреть, он почему-то за кадром придушивает остальных, ему это просто нравится. Ну, то есть, это вот обратная сторона медали. То есть, можно ограничить всего человека, ну, как бы никак не познакомив его с конфликтами, какими-то, со сложностями, которые есть в мире. Не объяснить, как зло должно побеждаться добром. А если есть битва, то есть, собственно, пострадавшие. То есть, если этого всего не показывать, то человек будет неподготовленным и как раз-таки может стать маньяком с большей намного вероятностью. Все от детей зависит. Можно я? Порту же. Понимаете, вот есть дети, они всегда разные. Вот есть один случай, который я очень люблю рассказывать, про детей, которые смотрели спектакль в кукольном театре. Это был спектакль, по-моему, у Красная Шапочка. И там волк переодевается в бабушку и подходит к двери. Ну и дети, так как они легко вовлекаются в интерактив, они сразу говорят, не открывай, не открывай ему дверь, не открывай. Один мальчик, такой прилизанный, достаточно так ухоженно одетый, сидит и говорит, открой, это бабушка. Вот, понимаете? То есть это как бы осмотрят все одинаковые спектакли кукольными. Так что проблем, наверное, воспитания, я согласен. Здравствуйте, меня зовут Мария Барковец, канал Теледетки, и у меня вопрос в продолжение к режиссеру. Вы бы посоветовали смотреть фильм с школьником, и как вы думаете, стоит ли смотреть фильм, если не читал книгу, и почему Гоголь до сих пор актуален? Я считаю, что школьники могут смотреть это кино, хотя школьники бывают разные, наверное, первые пару классов все-таки рановато, хотя сейчас такие школьники, что мы уже не знаем. Поэтому смотреть стоит, смотреть интереснее, прочитав, потому что все-таки какие-то ссылки о людях, они присутствуют, и интереснее посмотреть на такое, как бы, другое превоплощение. То есть книги спойлеров не дадут, поэтому читать можно спокойно отдельно. Нам важно было еще в том числе показать, что на мой взгляд, просто в школьной программе есть такая проблема, не во всех школах, конечно, не у всех педагогов, но зачастую, когда литературу начинают преподавать по учебнику и стоматийно, как конкретно нужно каждую запятую трактовать, что здесь точно имел в виду автор, и, соответственно, школьников начинают просто заставлять отвечать только одинаково. У меня был такой момент, я одно время учился в гуманитарном классе, потом перешел в экономический, потом опять вернулся в гуманитарный, но был этот момент в экономическом, у меня был другой педагог, и у меня с ним были просто огромные баталии, то есть когда я писал сочинения и считал по одному, а она по другому, и мне за это ставили там чуть ли не двойки, но при этом я читал произведение, я был вовлечен, просто я не согласен с ее позицией, и это я считаю очень неправильно, когда мы говорим конкретно, что это должно быть только так, или только так. Как раз в нашем фильме мы показываем, что можно посмотреть на эти произведения и по-другому, то есть можно их по-другому представлять в своей голове, то есть не так скучно, как нас заставляет это видеть, а на самом деле, читая книгу, включить фантазию и увидеть на самом деле то, что написал автор, увидеть это по-своему, увидеть в этом отражении какой-то своей истории. Поэтому я не говорю, что дети должны видеть эту историю так, как мы ее написали. Это просто как некий пример и повод для того, чтобы, читая книгу, видеть по-своему, не как мы, по-своему. Я третий уже забыл вопрос. Про кого вы думаете, почему Гоголь до сих пор актуален? Так сложно, потому что он великий писатель. Я могу сказать, почему он интересен для кинематографистов, потому что у него очень атмосферная история. То, как он пишет, сразу складывается некая атмосфера. А кино, это вообще важнее всего в кино, ну не важнее всего, но очень важно. Это атмосфера. То есть именно когда ты за счет кадра, за счет визуального ряда звука пытаешься создать какую-то атмосферу происходящего. Гоголь очень атмосферный автор. Поэтому это очень интересный изменить. Вот что могу сказать. Спасибо. Наталья, у меня два вопроса. Наверное, первый вопрос это в сессии. Во время сьем вы поверили в какую-то мистику может быть какие-то интересные страшные истории начали происходить или наоборот. И второй вопрос, наверное, все-таки к Юле. Не жалко ли вам, вашу героиню, две части она гонялась за Гоголем и в третий так мало пожила? Спасибо. Я про мистику сразу отвечу, просто так как у нас третий фильм, то это наш самый нелюбимый вопрос, потому что он на каждой без конференции возникает. По несколько раз причем. на самом деле никакой мистики не было, не знаю, вот почему-то не было. Все было очень прозаично, просто работали. Вся мистика была в кадре, на жизнь ее не осталось. Хотелось бы что-нибудь рассказать мистическое, но не получается, потому что нас спрашивают каждый раз. Про козу у нас есть волшебность. про козу. Ну и все знают. В любом интервью у каждого из нас вы найдете эту историю. Да, спасибо за лако, здравствуйте. Ну я не могу сказать, что я прям за ним бегала. Во-первых, умерла, я думаю, она ради любви. Любовь это все равно, я считаю, самое главное в нашей жизни. Поэтому мне, конечно же, ее жалко. ну мало ли, вдруг произойдет чудо, она снова оживет. Хотя об этом сомневаюсь. Я думаю, что она просто к нему относилась даже не то, что банально, как к мужчине, а так как она, девушка, все-таки умерла и в достаточно юном возрасте, скажем так, и до этого не испытывала таких чувств любви зрелых к мужчине. Она просто с ним была не знакома. И в первую очередь она ему благодарна, думаю, была за то, что ей помог. и относилась к нему как к другу. Впоследствии стала испытывать теплое чувство как к мужчине, потому что это нормально для любой женщины, даже такой, как я, мертвой утопленец. Мне кажется, это логично. Логично закончилась ее история. И все. Не знаю, что сказать. Все. Я хочу не совсем уже в тему добавить, но я понимаю, что вам предстоит очень сложная задача, но постарайтесь, пожалуйста, сильно не спойлерить вообще развитие. Я понимаю, что весь фильм, и на самом деле третий состоит из постоянных поворотов, и, наверное, будет очень тяжело о нем что-то писать, и при этом не обломать интерес еще людям, которые на него не пошли. Вот. Ну, постарайтесь, пожалуйста. Игорь, простите информацию про скальшиво про сериал наследство, что на ТВ-3 выйдет продолжение, то, что нет четвертого фильма, оно выйдет именно в сериале. Нет, смотрите, это такая дезинформация, которая никак не может победить. смысл в чем, что выйдет сериал в восемь серий, это, он будет, соответственно, шире, в нем будет несколько дополнительных историй, но они не будут последними. То есть, те истории, которые дополнятся, они происходят как бы в середине второго фильма, то есть, в середине Лия. то есть, условно, если говорить так, ну, то есть, есть несколько как бы отдельных сюжетов, отдельных расследований, которые не сильно двигают вперед историю про всадника. Это будет история мертвых душ, вот, и так, ну, еще одна, еще две истории будут. Вот, они будут как бы четвертой и пятой серии. Финал будет такой же, как здесь, как в фильме. Вот, это будут такие уже дополнительные вишенки на торте для сериала. Вот, ну, тоже интересная серия, но для кино мы решили их не показывать. И вот, если все сложится, когда нам ждать продолжения? И кто уже будет участвовать в этом? Потому что девушек, к сожалению, мы потеряли, Казимира тоже. Нет, в данном случае только Гоголь останется из старой команды. Ну, и, собственно, к помощи к нему Пушкин Лермонтов, ну, и множество новых персонажей. А Ян Капник продолжит? Нет, все, что осталось в Диканьке, должно остаться в Диканьке. Мне кажется, прекрасный финал, просто у нас начинается здесь следующий сеанс. Спасибо большое, давайте поблагодарим. Поздравляю,